всем привет в этом видео я хочу подвести свои вышивальные итоги февраля 2018 года и так я сейчас уже готовлюсь к пасхе и мы с девочками сделали свой весенний совместник и я вот в рамках этого совместника вышиваю такого зайку будет у меня вот такой дизайн вот в принципе вот уже половиночка зайки у меня практически готова мне нравится я вышиваю на китайской равномерки и китайскими вот этими схс ниточками мне нравится я довольно и в принципе даже равномерку вообще можно брать я прям вообще довольно довольно потому что и ниточки очень хорошо также ложатся как гамма как dms за я вышивала и гаммы и гаммы и dms мне в принципе я не увидела прям такой разницы и как некоторые пишут, что там упушатся и путаются, не знаю, у меня ничего не путается, мне нравится. Короче, я прям вообще, я очень люблю этот процесс, я его шью, прям, я стараюсь, в общем, все силы именно вот на этот процесс потратить. Следующая моя работа, это такая девочка-вышивалочка. Наверное, многие, кто вот любит вышивать и следит маленечко за разными новинками, разными дизайнами, наверное, видели, и этот дизайн тоже. Мне она запала в душу, я вообще, я, наверное, больше полугода смотрела на нее, все мечтала и решила, ну, а почему нет? И увидела, извините, и увидела на Алиэкспресс, значит, набор, и не думая его взяла. И, в принципе, мне вообще нравится, я довольна, потому что комплектация такая же хорошая, сами вообще вот эти вот все канва очень хорошо, ну, отделано по краям, ничего не сыпется, и нитки хороши. Эта фирма уже не первый у меня набор этой фирмы, вот, мне нравится. В общем, шью я эту девочку вечерами, потому что здесь канва 14-я, и, в принципе, схема достаточно легкая. Вот такая моя некая отдыхалочка. Еще я в этом месяце уже получила первый свой робин, первый раунд у нас стартовал, и сейчас я вам покажу, какой был у меня вообще он изначально, какой он ко мне пришел, и затем какой фрагмент я вышла. Я получила свой первый робин в 2018 году, вот сейчас февраль, начало февраля, от Танюши. Танюша у нас из города Иркутска, это очень-очень далеко, Сибирь. В общем, даже в голове не укладывается, как робин будет, какие расстояния будет проходить робин. Итак, ее, значит, дизайн вот такой, она выбрала кормушку. Так, моя синичка вот эта, и получается кормушка, вроде бы я кормушку тоже взяла. Здесь у нас в контейнере, все, вот в коробочке пришел такой контейнер, вот в контейнере был сам робин и ниточки. Мулинешку Танюша сделала вот так вот на органайзер, и сама нарисовала все символы. Как это мило! Так, теперь самое интересное, хочется посмотреть, что же она вышла. Вот, Танюша вышла, получается, так, практически всю верхушку кормушки и свою птичку тоже наполовину. Не успела, петоложечка была занята. Ну, ничего страшного, мы тоже тут свое главное дошить, чтобы максимально готовый пришел ей робин. Моя синичка будет где-то здесь. Так, в робине также она прислала иголочку. В папочке было распечатано... А, один экземпляр. Я что думала, здесь несколько... Один экземпляр, но вот он такой крупный, получается. Где, чтобы показать? А, вот. Да, вот такой крупный. Очень удобно, когда схема в таком крупном формате. И в качестве презента Танюша положила вот такую шоколадку. Нет, это мыло. Оно пахнет вообще нереально. Было запаковано вот так вот красивенько. Вот, что-то у меня тут... Было запаковано красивенько. И вот, пахнет кофе. И выглядит вообще очень аппетитно. Я вообще такое прям обожаю. Танюша у нас вообще молодец. Вот, сама варит такие замечательные, классные штуки. Ну, прям вообще одно удовольствие получать робины. Как будто прям такой подарок. Вот, я надеюсь, что у меня получится быстро вышить. И я уже похвастаюсь в итогах февраля о своих успехах в этом робине. В робине Танюши я вышила синичку. Синичку, кормушку и вот это получается сеточку. Вот сейчас хочу показать. Сейчас. Вот, смотрите. Какая красивая сеточка. Мне так понравилось, как она выглядит. Я, конечно, немножечко с ней помурыжилась. Но, в целом, вообще, результатом я довольна. Ниточки тут у нас СХС. Мне понравилось с ними вышивать. Они очень хорошо себя ведут. Не махрятся. Ну, как-то прям так красивенько ложатся. В общем, я довольна. Вот, теперь я отправляю этот робин дальше. Следующий раунд будет у этого робина уже в Казани. Вот, и буду ждать, когда мне придёт мой новый робин. Также я в феврале закончила свою авантюру. Мы вышивали такого зайчика вместе с девочками. И я его оформила вот в такую валентинку. Я её посвятила своему мужу. Это такой мой, знаете... Я не профессионал, конечно, в скрабукинге. Но вот мне понравилось так немножечко. Я побаловалась, можно сказать. Как я это делала, эту открытку, есть видео на моём канале. Вот такая моя милота. Хорошенький такой получился. Ну, и ещё один финиш моего февраля. Это такая подушка. Эту подушку я уже показывала в январе. В общем, смотрите, я также заказала этот набор на Алиэкспресс. Он уже пришёл полностью готовый чехол. И там вот разные-разные можно выбрать дизайны. В общем, я ещё буду покупать и потом вам покажу. Вот. Мне нравится, что здесь кружево вязаное. Оно также прошито. Задник у этой подушки вот такой, на потайной молнии. В общем, мне нравится, мужу нравится. И вообще, буду брать ещё. Вся разметка очень хорошо отстиралась. Я знаю, что были у кого-то проблемы. Даже в прошлом моём каком-то видео обзоров покупок мне подписчики написали, что... Одна девочка точно написала, что у неё была проблема с разметкой. Я тоже испугалась. Но нет, у меня в итоге всё хорошо отстиралось. Я вот, в принципе, поэтому довольна. Всё. Это все мои вышивальные эпизоды в этом феврале. И ещё я сейчас шью авантюру, посвящённую к Пасхе. Но, естественно, я её не буду показывать, потому что вся интрига раскроется. И авантюра вообще будет стартовать только 1 марта. И сейчас будет нечестно по отношению к участницам, если я раскрою как-то уже первые несколько этапов. Вот. Всем спасибо за внимание. Давайте ушивать все вместе. Вместе веселее и быстрее. Всем хорошего дня и до скорых встреч. Пока-пока.